МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Изо дня в день, из года в год, тысячи лет. Помогает наш дух предков. История одного горного села. Дома построили накладку, да. Летопись целого народа. Дай Богу, ой! Одни считают их евреями, другие – армянами, третьи – арабами. Но одно известно наверняка – они люди гор. И живут эти горцы по неписанным законам предков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я, начальник, житель здесь евреи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кроме них, тут жили, значит, армяне, арабии и турки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дагестан, Высокогорье, село Усук. Край строгих нравов и непреложных истин. Главное я в нашей семье, как я главный, все должны меня слушать. По традиции, по обычаю. Все то, что я скажу, это закон у нас. Магомед Курбанов Аксакал, старейшина аула. Все же стариков нас слушают. Они больше видели в жизни. У меня в жизни не опыт. О своем родном ауле Аксакал Курбанов знает не все, но многое. Говорит, история его края в их семье передавалась веками. Из уст в уста, из поколения в поколение. Себя он причисляет к арабам. Своих предков называет проповедниками ислама. Когда приезжал сюда, был не с ним, их не полгодец. С ним, значит, привел, чтобы ислам распространять среди населения. В нашем селе здесь оставили двое. Вот эти, в дом как раз жили они здесь. В каждом селе они по-два оставили. Чтобы распространять ислам. Сегодня в Усуге ислам исповедуют все. Доподлинно неизвестно, кого сейчас здесь больше – арабов, евреев или армян. Эти люди себя называют агулами или агульцами – коренным народом Дагестана. Этому селу не одна тысяча лет. Сказать более точно, не берется никто. Здесь никогда не проводились раскопки. Сюда никогда не приезжали археологи. Наверное, две тысячи лет, больше двух тысяч лет, наверное, или три тысячи лет. Никто не знает историю нашего села. Никто не знает. А кто знает, уже мало знает. То есть письменности… Ничего не осталось. Был, говорят, у нас письменность там, в нашей мечети, старинной мечети. Их никто не знает, куда делал, кто их забрал. Ну, не осталось ничего у нас в селе. А богатые истории села сегодня напоминают выбитые на камни тексты. Такие письмена есть практически на каждом старом доме. Их десятки. Только вот прочитать их уже не могут. Куфийская письменность давно здесь утеряна. А это куфийский язык. До арабского был куфийский язык. Это не арабский, а куфийский язык. То есть, а кто вот эту табличку оставил? Это предки наши. А мы сами не знаем, кто это оставил. Когда дом построили, табличку тоже ставили. Все равно, когда дом строят, вставляют такие таблички. Кто построил, кто… Я лично не знаю, что там написано. Я лично не знаю. Но вы читали, можете читать на куфийском языке? Нет, на куфийском нет. А кто-то вот в селе на сегодня… Нету куфийского. Никто не осталось. В селе не осталось. А вот в Махачкалу мы отправили это. Еще эти координаты не пришли. То есть, перевод не пришел пока, да? Нет еще. Рамис – хозяин этого дома. Говорит, предки его строили еще в начале 14 века. С тех пор здесь мало что изменилось. Это замок. Каменный замок. Это 700 лет этого замка. Это мы сами не знаем. Это предки говорили нам. Уже наш дедушка говорил, что наши предки уже давно делали это. Дверь, замок. Больше 700 лет этого дома. А ты как? Прочный? Стоит? Ну и стоит, да. Еще будет стоять. А вот из чего строили-то? С камней-то. Камень еще что было? Камень еще, вот глина наша. Здесь не глина. Все, больше ничего нет. Здесь до сих пор не пользуются современными замками. Говорят, что в ауле живут практически одной семьей. Воров у них нет, не было и надеются, что никогда не будет. Говорят, замок наш, каменный замок. Мы днем закрываем отсюда, а ночью сверху закрываем, вот отсюда. Сейчас мы покажем, как закрывает вам эта дверь. Сейчас закроем дверь и покажем вам. Вот мы закрываем дверь. Сколько лет этой двери? Эта дверь, эта замка, мы сами не знаем, наверное, 700-800 лет эта дверь. Предки так говорят, давным-давно эта стоит. Вот, закрыли мы дверь. Потом вот, смотри, днем закрываем отсюда. Как вы видели, мы оттуда днем открываем. А ночью все зашли в дом. Вот, смотри. Вот, закрываем все ночью. Все, никто не может его открыть снаружи. Вот все, закрыли дверь. В Усуге стараются сохранить родовые дома. Чтут традиции, помнят предков. Здесь так принято. Весь село, так традиции поддерживаем. Пойдем, поднимемся. Неудобно, да? Неудобно, нормально. Все ходят, чем на это. Рамис всегда и везде в тулупе. Говорит, зимой тепло, а летом не жарко. Снимает его только дома. Это мой рабочее помещение. Это жилая комната, но здесь я работаю. Я здесь обрабатываю шкуру. Для себя, вот, для бурки делаем мы. Шубы делаем. Ну, для своих родственников. Он местный портной. Обрабатывает шкуры, шьет горские шапки и тулупы. Он сам смотрит, как уже готовая она. Чуть-чуть, и все готово. Вот чуть. Вот эти осталось. Вот смотри. Вот, чуть тяжелее. Вот, крепкие места. Смотри. Вот, все. Смотри, шкуру снимает. Вот. Как хорошо. Посмотри сейчас, вот. Просто накинь на спину, когда снег. И все, ничего не будет. Это ремесло приносит неплохие по местным меркам деньги. Готовый тулуп урамиза стоит 4000 рублей. Здесь, в горах Дагестана, эта продукция очень востребована. Особенно у чванов. Вот я вам покажу, как мы бурки шьем. Вот, смотрите. Вот. Вот сидим. Потихонько. Терпенно. Как я терпенно? Почему? Не один день шьем мы. Потихонько, потихонько шьем. Вот, смотрите. Вот и шьем. Вот. Это ремесло Рамис перенял у своего деда. Говорит, все его предки обрабатывали шкуры и шили такие же тулупы. Это мне помогает наш дух предков. И они работали, и я работаю. К духу предков здесь, в Усуге, вообще относятся по-особенному. Их считают чуть ли не святыми. А в некоторых домах усугцев имеются даже древние склепы. Если могили в домах есть, значит, это был кладбище этого селения. То есть, это территория? Да, вот эта территория. И вот дома эти в каком году, например, построили? Им более 100 лет, более 200 лет есть селения. Эти дома. Эти дома построили потом, когда селение расширялось. Селение расширялось, и дома построили тут на кладбище прямо. Были случаи здесь, вот разрушали эту могилу. Семью постигало очень большие нечастия. В этом доме находится могила святого шеха Камиля. Эта могила находится в этом склепе. Это как отдельный дом. Это наши люди его почитают как святого. Здесь нет надгробного камня, нет надписи. О том, кто покоится в этом склепе, сельчане-современники узнали по рассказам предков. Ну вот, надо убрать вот эти камни, видишь? О! Настиль, сверху. Это выше поставлено, чтобы над могилой не глумиться, да? А могила находится внизу. Ну, между могилой и полом все-таки есть пространство. Пространство. Да, вот здесь пространство, вот здесь балки деревянные, тут камни. Этим покрыта эта могила. Сколько лет примерно эта могила? Лет, наверное. 800-600, наверное, будет. Это не единственный дом, под крышей которого находится могила. Таких захоронений здесь у судьи много и с каждым годом становится еще больше. Из-под земли сейчас выявляются склепи. Ну, камни вот на могиле нету. Обычно вот могилу роют два метра. Вот склепь находится в двухметровой глубине. Сейчас грунт временами, ветрами, эрозией почвенной, грунт снимается сверху, а там появляются вот склепи. Но ни на одном нету над могильных камней. Наверное, это евреи приняли мусульманство. И чтобы бояться погрома, преследования, они сами, наверное, убрали вот эти над могильные камни. В этом доме тоже есть склеп. Правда, хозяева, пенсионеры Исаковы, об этом говорить не любят. Слишком сокровенно для них. Ведут нас в другую комнату. Вы здесь вообще что-то запасили. Дождь идет, оправд, 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 оправд. Вот это дождь идет. Вот от затеяну положить сразу, и дождь идет. Половину на потолок вообще. Шифер нет. Ремонтировать не хватает. На потолок надо, мест материал надо, шифер надо. Деньги нет. Одна получится, вот эта пенсия. Сколько расход делала? Пенсии, 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 пенсии. Две сто тысячи. Две сто тысячи. Все дома ремонтировали. Этому дому, как и многим другим в Усуге, не одна сотня лет. Пенсионеры говорят, что жить в нем с каждым годом становится все опаснее. Крыша протекает, стены трещат по швам. Тяжело, много тяжело, бабушка. Много тяжело. Никто нет. Ширинат Хадирлясовна – мать-героиня. Воспитала десятерых детей. Жизнь, говорит, раньше была нелегкой, а сегодня и подавно. А тогда вот раньше у всех такие большие семьи здесь были? Или только у вас? Есть три. Наши семьи три. Женщины есть. Десять детей есть. Три. Нам это электрический печь. Печка подарили. Большие дочки. Только один печь. Большие дочки. Больше не давали. Правительство ничего не помогает. Никаких. Вообще не признают. Им далеко за 70. Но и в этом преклонном возрасте приходится работать с раннего утра до поздней ночи. И не потому, что они так хотят, а для того, чтобы хоть как-то выжить. Не тяжело так ходить-то постоянно? Конечно. Надо работать. Ходя бы кушать, работать тоже делать. Дядя Неби идет за сеном. От их дома до этого луга почти три версты. За день он делает 3-4 рейса. А это уже больше 20 километров. Для пенсионера на восьмом десятке занятие не из легких. Эта дорога вообще крутой. Они вообще еле-еле ходят. Тяжело, да? Да, тяжело, конечно. Но прежде чем привезти, сено нужно еще сметать в стога и погрузить на телегу. А это уже полностью ручной труд. Вот так делай. А потом положить на араба. Араба – это что такое? Вон араба. А, телега? Да. Солнце скрывается за вершинами. На Кавказе быстро темнеет. Дядя Неби торопится. Говорит, находиться ночью в горах опасно. Хищников много. А впереди еще 3 километра дороги. Домой он возвращается уже при свете луны. Завтра наступит уже скоро. И новый день будет таким же длинным и не менее тяжелым, сетует мужчина. Остаете вас сколько утром? 5 часов. Смотрите далее. Там трактор не пройдет, машина не едет. Тысяча валов барана есть. Это богатый. Люди гор, а гульцы дагестанской земли. Если осел дядя Неби – мини-трактор, то у соседа Гамзата техника будет посерьезнее. Мы стену провезем на них, землю пачим. Вот этим и занимаемся. Без быков в горном ауле сложно. Они лучше любого вездехода. Да и затрат с ними меньше. Там трактор не пройдет, машина не едет. Вы вот пойдете, увидите. А вот такие там места. Туда поднимаемся, там равнина, правда. Ну, подняться тяжело в машине, вот эти не пройдут. А быками вот спокойно поднимаемся, делаем свое дело и все. Вот так вот мы пачим эти места. Мы к нам тоже отдыхать даем, сами отдыхаем. До двух часов вот так работаем, потом отдыхаем. Честно говоря, вот эти от столицы чем дальше, там уже люди с тех времен, короче, остались. Ничего такого нету, да, современного. Эти небольшие столбики на горизонте – солнечный календарь. Кто и когда это все построил, неизвестно. Но огульцы Усуга и в наши дни сеют, убирают, пашут и празднуют день весеннего равноденствия, исключительно ориентируясь по солнцу. Говорят, древний календарь ни разу их еще не подвел. Но земледелие для огульцев не основной вид деятельности. Люди гор издревле были животноводами. Люди в основном животноводстве занимаются, выращивают скот, продают на рынке. Этим и живут. Ну, раньше вроде колхоз был тут. В колхозе работало почти 30 лет, дали больше людей. Колхозные отары были, колхозные поля. Работали люди в администрации колхоза. Ну, было чем-то. А сейчас колхозы расформированы. Сейчас других отраслей производства нет. Достаток семьи здесь и в наши дни измеряется поголовьем скота. У кого баранов больше, тот и богаче. Рамис, как оказалось, не только толупы шьет. Он еще и главный организатор сельских мероприятий, местный массовик-затейник. Вечером у судьи намечается крупное застолье. Соберутся все. Повод – окончание сенокоса. А праздник без свежего мяса на Кавказе праздником не считается. Килограмм, наверное, 18 или 19 килограмм будет. То есть на все хватит? Конечно, хватит. Если хватит, порежем еще. Есть и у нас. Мы всегда так делаем. Когда по праздникам. У нас такие обычаи есть. Вот кончился на Козбарах. Мы режем баранов и сидим. Где речка там. Все вместе сидим, пущаем там. Танцуем, сыграем, музыку поем. Рамис говорит, что в баранах знает толк. За всю жизнь зарезал не меньше 15 тысяч голов. Шкуру снимает по своей, отработанной годами технологии. Все, вот чистая рука. И баран тоже чистый был. Вставляем руку сюда. И все пошло. Вот. Даже не смотрит туда. Даже ничего не видно. А рукой чувствует. Если с мяса попадает в шкуру. Или нет. Пальцы чувствует. А почему именно так? Почему ножом? Ножом-то проще, наверное. Проще, но так чисто. Пол чистой рукой же. А так шерсть попадает в мясо. Или, если когда бывает ветер, с ветром попадает. А так все внутри, в шкуру бывает мясо. Подготовка к вечернему мероприятию идет и в соседнем дворе. Здесь пекут национальные огульские лепешки. Это ожорный хлеб. Ожорный хлеб. Чистый раз едут. В старину такие хлебы делают. По-разному пекут. Толкие, тонкие, такие ожорные. Какие хотят. Здесь жарко и очень дымно. Женщины говорят, что привыкли к таким условиям. Хлеб пекут почти каждый день. Правда, не в таком большом количестве, как сегодня. Я каждый день, примерно, пекут этот хлеб. Потому что у меня муж всегда на кутанах там живет. Ну, я мягкий, свежий хлеб хочет всегда. У меня в городе есть. Каждый день мы не можем же пойти в город купить. Это единственное, как пекут. Да, это все халяльное. А чем оно отличается от нехаляльного? Когда режем, мы сперва ноги, руки моем, потом приходим, поставляем. Режем. Обязательно надо это сказать. Не будем мусульмане. Потому что это у нас обидча. И так и начинаем делать все это дни. И режем. Ближе к вечеру сельчане собираются на берегу реки. Такие массовые мероприятия здесь бывают нередко. Каждый знает свои обязанности. Пока одни накрывают стол, другие разводят костер. Причем делают все исключительно мужчины. Так уж повелось на Кавказе с давних пор. Когда весенние, все бывают, мероприятия бывают. Когда день победы, когда 1 мая. И когда знаменательные даты села отмечаем, тогда тоже вот такие праздники. То есть все села собираются, да, идея? Да, вообще-то, можно сказать, все села. Детвора, село, все пожилые люди. Что делаю? Меня не зовут. Ну, каждый в селе один должен быть. Организатор? Да, организатор. Я и повар. Ей режу бараны. Все я делаю в нашем селе. А это мясо. Хинкал. Хинкал будем готовить. Хинкал это? Суп? Нет. Хинкал это мука. Такой. Тесто и мясо, да? Да, да, тесто. Тесто хинкал будем. Обычай такой. Мы всегда хинкал делаем. Чабанский хинкал. Не обычный хинкал, а чабанский. Ручной только делаем. Не ножом, ничего, только ручной. Режем-то ручной, режем-то кидаем сюда. После мяса. Как мясо сварится, потом сразу и будем ставить сюда хинкал. Потом будем кушать. Сегодня будет здесь мажли сдаваться. Что это такое? Мажли сдаваться. Компания? Компания, да. Компания еще только собирается. Мужья за столом, жены рядом. На травке. День сезона с одним столом бывает, а машина с ним не. А вместе на свадьбу? Или свадьбу тоже все это? Да, да, на свадьбу тоже. То есть все вот эти массовые мероприятия, все эти праздники всегда разделены? Да, да, да. Даже в одном доме сидят. Чтобы собирались вот такими столами, чтобы веселье было у нас на первую очередь и не забывали работать. В усуде, если работают, то допоздна, если танцуют, то до упаду. Они живут одной семьей, высоко в горах, на дагестанской земле. Одни их считают евреями, другие армянами, третьи арабами. Но одно известно наверняка. Они – агулы, люди гор. И живут эти горцы по неписанным законам предков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова